Страсти стихли, Ивлеева пригрозила своим отъездом, если разговоры и ее травли не утихнут. Отмененный Киркоров отправился зарабатывать в Дубай, Милявская моет полы в московской квартире, оставшись без работы. Скандальный клуб временно закрыли, а рэпера в одном носке отправляют в армию. В первый рабочий день после праздников ему нужно явиться в военкомат. Чем же закончилось для всех гостей это незабываемое времяпровождение под Новый год 2024? Вы, может быть, удивитесь, но был и второй день почти голой вечеринки Ивлеевой. И на него пришли не только гости, но и силовики, и общественники. Они проследили, чтобы все участники мероприятия были одетыми, и все было чинно-благородно. Так что следующий день прошел без инцидентов, и большого смещения в СМИ не получил. Но что же случилось со всеми гостями, которые попали в резонансный скандал? В клубе собралось более 200 человек, и все видные персоны. Но на самом деле было приглашено более 450 человек. Чудом не попали и не скомпрометировали себя светская львица Светлана Бондарчук, продюсер Димы Билана Яна Рудковская, директор ТНТ Тина Канделаки, Ксения Бородина, певица Нюша, рэпер Тимати Зиверт, не менее скандальная звезда Анастасия Самбурская, Аглая Тарасова, футболист Федор Смолов и даже Филипп Янковский. Эти знаменитости были в списке приглашенных, но по тем или иным причинам не смогли попасть на выставку арт-объектов, как назвала мероприятие Лолита Милявская. Удивительно, но Прохора Шаляпина и Анастасию Волочкову просто не позвали. Естественно, они обиделись и злостно пошутили над гостями скандального вечера, сказав, что они оба остались самыми непорочными артистами в стране. Филипп Киркоров так и вовсе шел на новогодний бал, правда, почти одетый. Потом он сказал, что перепутал двери, что зашел на пять минут, в общем, оправдывался как мог. Анна Асти пела свои хиты со сцены, и кажется, что это был ее последний концерт, ведь она только-только получила гражданство России, а теперь общественность требует лишить ее российского паспорта и выдворить из страны. Исполнительницу песни по барам сразу сняли со всех новогодних огоньков, не посмотрев на ее весьма увесистый список побед за прошлый год. Анна Асти завоевала десяток музыкальных премий и стала главной поп-звездой 23-го года. Она была на пике славы, а теперь, благодаря такой подставе от Насти Ивлеевой, потеряла все, что имела. Практически в один год она стала мега-популярной и в этот же год упала в пропасть, свалилась на самое дно. Теперь ее ждет только забвение на телевидении, но не забывайте, что за корпоративы и частные закрытые мероприятия неплохо платят. Кстати, этой осенью Анна Асти отметила с не меньшим размахом выход своего второго альбома в Петровском путевом дворце. В пригласительных был указан дресс-код «Царский метастиль». Но тогда никто не заморочился с костюмами, хотя знали, что шли на светский бал. И тогда даже никто и не подумал, что памятники архитектуры стали местом проведения ночных дискотек. А внешний вид певицы был не менее откровенным, чем на Ивлеевской вечеринке. Кстати сказать, есть версия, что голая партия планировали заранее. Этот арт-перформанс должен был состояться еще в прошлом году, но из-за отмены всех развлекательных мероприятий решили и его перенести. Сейчас же Настя Ивлеева заплатила клубу «Мутабор» 3 миллиона 600 тысяч рублей. А владелец этого увеселительного учреждения подает на блогершу в суд, чтобы возместить хоть как-то свои потери. Ведь прямо перед Новым годом заведение закрыла санэпидемстанция. Деятельность клуба остановлена на 90 дней, а вход опечатан. Основатель Михаил Данилов на свои сбережения приобрел в Ватикане мощи святого Николая Чудотворца и передал их храму знамение иконы Божьей Матери на Шереметьевом дворе, расположенному около Кремля. Удалось ли ему искупить свою вину таким пожертвованием? Как думаете? Предприниматель заметил – мы за церковь. Российское авторское общество подало иск в суд на клуб на 300 тысяч рублей за распространение лицензированной музыки, имеющей авторские права. А сам клуб подает на Ивлееву иск в суд в размере 70 миллионов, чтобы компенсировать свой ущерб. Ведь репутация учреждения сильно пострадала. Ко всему прочему, блогершу оштрафовали на 100 тысяч рублей, нашли 137 миллионов неуплаченных налогов перед казной и пригрозили пятью годами тюрьмы. Ивлеева, оказывается, скрыла от государства доход в особо крупном размере, поэтому ей грозило тюремное заключение. Но налог она заплатила, а сейчас на нее общественники подали коллективную жалобу на 1 миллиард рублей за моральный ущерб. А сама она записала очередное видео, в котором пригрозила, что покинет страну, если травля не прекратится. На что комментарии под ее постом молниеносно переполнились словами – скатертью дорога, Россия от этого ничего не потеряет, и все в этом духе. Список приглашенных гостей открыто гуляет по интернету, а телеканалы устроили этим звездам бойкот. Более того, депутаты Государственной Думы всерьез взялись за законопроект, который позволит лишать званий особо провинившихся деятелей культуры. А общественники пишут петиции и жалобы на всех гостей с просьбой наказать за моральный внешний вид, за участие в мероприятии, пропагандирующем ЛГБТ-сообщество. В общем, список есть, осталось только разобраться силовикам и следственным органам по конкретно каждому участнику Ивлеевского шабаша. Многим грозит штраф за мелкое хулиганство или нарушение общественного порядка, а также пропаганду нетрадиционных ценностей. Мы будем следить за развитием событий. Но больше всего, конечно, не повезло самым известным и знаменитым участникам вечеринки. С ними поступили быстро и без разговоров. Так, например, народный артист России Филипп Киркоров был частично вырезан из новогодних эфиров. Он потерял корпоратив за 12,5 миллионов рублей, а сейчас отправился в жаркий Дубай, чтобы хоть чуть-чуть отбить недополученные деньги. Там с огромным удовольствием встречают наших звезд, которые по каким-либо причинам покинули Россию. Например, стали иноагентами или добровольно выехали из страны, не согласившись с властью и нынешними реалиями. Кстати, сейчас там проходит фестиваль «Жарафес-24», на котором собрались практически все звезды нашей эстрады. Даже Ани Лорак, большой концерт которой только что прошел на НТВ, появилась под руку с молодым человеком, испанским учителем йоги. Они уже год встречаются, но пока еще не оформили свои отношения официально. А Филипп Киркоров решил помочь пострадавшим белгородцам и отдаст им свой гонорар за участие в новогодней маске, о чем заявил певец на днях. Кстати, Настя Ивлеева тоже обещала продать свое бриллиантовое колье, украшающую ее пятую точку на вечеринке и отправить деньги на благотворительность. Но что-то раненый Иван Ихловыстин там, за ленточкой, до сих пор ждет и уже, скорее всего, не дождется ее денег. Лолита Милявская отказалась выезжать к дочери и матери в Болгарию, тем более ей не продлили там вид на жительство. Она отменила все концерты, потому что купленные билеты стали массово сдавать обратно. Таким образом, сам народ отменил певицу, а она даже не переживает. «Прорвемся, как всегда», — с оптимизмом смотрит на жизнь 60-летняя певица. Но это еще не все. Заслуженный артист России Дима Билан пострадал меньше других. Как выразилось в своем микроблоге Ксения Собчак, его удалось отвоевать, ведь он был одет целомудреннее всех и, к тому же, выступил на премии за достижения в технологиях будущего «Вызов». Всем участникам вечеринки устроили бойкот. Ведь многие недовольны, что в то время, когда страна переживает тяжелейшие времена, богатые и знаменитые живут другой жизнью, не замечая проблем. Они действительно оторваны от реальности и уже не знают, как выделиться из толпы. Многие россияне недовольны тем, что украинские звезды поют на нашей эстраде, представляя культурный бомонд нашей страны. А многие недовольны тем, что звезды, давно выехавшие жить за границу и потерявшие связь с родиной, вновь и вновь появляются на наших экранах. Но праздники закончились, все вышли на работу и ажиотаж спал. Поэтому в ближайшее время прогнозируется возвращение всех, кого запретили и отменили. Как говорится, пальчиком погрозили и хватит. А как вы считаете вернуться, запятнавшие свое доброе имя звезды, на экраны?